Привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре невероятно крутая новинка, стабилизатор Ziyun Cineper CQ5. Последние пару недель я активно тестировал этот гаджет, и знаете что? Он стал настоящей находкой для съемки моих коротких видео. Обо всем по порядку, лайк и подписка, если еще этого не сделал, и поехали! Давайте начнем с самого интересного – распаковки. В стильной упаковке вас встречает сам стабилизатор, сервисная карта и руководство пользователя, удобная раскладная подставка, кабель для зарядки и, самое главное, трекер искусственного интеллекта. Также в комплекте должен быть фонарик, который крепится на магнитной площадке, но в моем случае его не было. Вообще, главная фишка CQ5 – это компактность, так как стабилизатор предназначен исключительно для телефонов. В сравнении с моим DJI 3 Mini он просто крошечный. Представьте ситуацию, вы гуляете по городу и вдруг видите что-то невероятное. Пока достанешь телефон, настроишь камеру, момент уже упущен, но не с CQ5. Этот малыш раскладывается буквально за секунды. Раз, два, три и вы уже готовы снимать шедевр. Складная конструкция с простым механизмом разложения – один из главных плюсов. Для зарядки стадикама используется стандартный USB-C. Время работы около 11 часов, а заряжается все это дело менее чем за 2 часа. Удобный джойстик для управления двигается очень плавно, тут он выполнен на 100%. Кнопка записи и переключение режимов тоже достаточно удобная. Как и колесико зума, которое на боковой грани стабилизатора. Я перепробовал кучу стабилизаторов, но The Juntseneper CQ5 реально впечатлил. Это как швейцарский нож для мобильного видеографа. Компактный, многофункциональный и чертовски удобный. В стабилизаторе предусмотрено несколько режимов съемки. Pen Follow-off – блокировка наклона, свободное панорамирование. L – Locket – полная блокировка для стабильной съемки. F – Follow-off – следящий режим. POV – полностью свободное движение. Режим наклона для крутых 360-градусных съемок. Снимайте как привыкли в родном интерфейсе, а стабилизатор просто сделает свою магию без лишней мороки. Теперь самое вкусное – искусственный интеллект. К стабилизатору прилагается магнитный AI-трекер, который превращает его в настоящего умного помощника. Просто прикрепляйте этот трекер, и гимбл начнет следить за объектом съемки автоматически. Работает это как магия. Только прежде необходимо скачать удобное фирменное приложение – ZUI Cammy. Хотите перейти из вертикального режима в горизонтальный? Просто покажите два больших пальца вверх, и бам, кадр перевернулся. Нужно начать запись, сложите пальцы буквой P, и камера уже пишет. Это не просто удобно, это выглядит со стороны как какое-то колдовство. Если вы знаете, как сложно бывает снимать себя, когда нет оператора, CQ5 в таком случае вам очень поможет. Покажите ему жест OK, и он будет держать вас в кадре, куда бы вы ни пошли. Ваш личный оператор всегда с вами. Функции реально очень удобные. К тому же есть голосовое управление. Скажите Hey Cammy, чтобы активировать интуитивно понятный голосовой помощник. Теперь вы можете управлять стабилизатором одним словом, освободив руки, или жестами, при этом подняв опыт съемки на новый уровень. Передовая технология обеспечивает невероятно плавную съемку, которая выглядит почти так же устойчиво, как съемка со штатива. Даже при съемке быстро развивающихся событий. Стабилизирует он как надо. Плюс простое и очень удобное крепление для телефона вполне себя оправдало. А еще Selfie. Функция, когда стабилизатор выдвигается, как селфи-палка, тоже приятно удивила. Правда, заметил я эту функцию не сразу. Случайно выдвинул и офигел, что так можно было. Если вы снимаете на смартфон и хотите получать действительно профессиональные кадры, это ваш выбор. AI функции работают отлично. Приложение удобное. А время автономной работы впечатляет. Плюс его цена в районе 100 долларов не может не радовать. Кстати, все ссылки на Steadicam вы найдете в описании. А что вы думаете об этой новинке, делитесь в комментариях. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые обзоры. А в этом видео самый крутой компактный светильник, тоже от Diyun. Обязательно посмотри. Субтитры сделал Diyun. Субтитры сделал Diyun. Субтитры сделал Diyun. Продолжение следует...